Основатель ивента-агентства «На нас» Юлия Кубовская готовится к очередному концерту в Вильнюсе. В Минске у Юлии был свой чайный клуб, где она также организовывала праздничные мероприятия. Из-за репрессий, которые начались в Беларуси в 2020 году, Минчанке пришлось уехать в Литву и начинать бизнес заново. Здесь тебе государство не враг. Оно тебя не выращивает, чтобы убить. Но если ты нарушил, тебя предупреждят, три раза поругают, а потом уже, когда точно поймут, что ты уже сознательно совершил ошибку, ну, какое-то уже будут какие-то санкции, наказания. Вот у нас же это просто все хорошо, а потом голова с плеч. В месяц у Юлии от пяти и более заказов. Иногда, говорит руководитель агентства, от предложений даже приходится отказываться. Я все делаю сама, артисты только приезжают. То есть я им нахожу тут помещение, печатаю афиши, распространяю по разным телеграм-каналам, там, Таргет, СММ, там, дизайнер афиш у меня тоже. Что еще? Ну, вот много разных там браслеты, волонтеры, договориться с помещением, звукооператоры, студии арендные, если какая-то аквартура не подходит в помещении. То есть вот этим всем я занимаюсь. В конце февраля в Вильнюсе открылся офис Ассоциации белорусского бизнеса за рубежом, главные цели которой – поддерживать и отстаивать интересы белорусских предпринимателей. Запрос на релокацию растет. Это мы точно знаем. Вопрос в том, что вы всегда видите релокацию больших компаний, да, и они громкие. Но есть маленькие, гораздо меньше компаний, там, производство, какие-то услуги, которые на самом деле понимают, что в... То есть политика экономической ситуации в Беларуси, которая на самом деле не улучшается, только ухудшается, да, мы говорим и про экономическую ситуацию, но и про политическую в целом, да. Настроение не улучшается у людей, да, они продолжают уезжать, это правда. Одна из главных проблем, с которой сталкиваются и белорусские бизнесы в миграции, рассказали настоящему времени в Ассоциации – это легализация сотрудников. Во-первых, это визы. Потому что одно дело – перевести компанию под ключ. Не все это могут, и не всегда это возможно, не все хотят этого, поэтому многие просто переезжают, скажем так, работник за работником. Перевести одного, двух, трех специалистов бывает иногда сложно. Не все могут получить визы, тем более рабочие, не все могут получить сразу там блюкарты. В общем, это не всегда просто. Уже год в Вильнюсе работает магазин белорусской символики и типографии «А2 Принт». Одну из совладелец магазина, а сейчас спали заключенную Олесю Буневич, белорусские силовики задержали в апреле прошлого года, когда девушка приехала из Литвы на годовщину смерти матери. Основные покупатели, как рассказали нам в магазине, – это белорусы, которые уехали из страны по политическим причинам. Среди покупателей самые популярные – это майки. Чаще всего берут такую. Потому что многие хотят вернуться домой. В магазине книги, украшения, открытки, кружки в белорусской, литовской и украинской символике. Изначально магазин работал в другом районе города. Открыться в центре, говорит Ника, было сложно. Мы несколько месяцев искали помещение. Нам очень многие отказывали, так как русскоговорящие, белорусы. То есть, звонишь, спрашиваешь, можно ли посмотреть хотя бы помещение. Но они как бы отказывались. И спустя несколько месяцев мы нашли это помещение. И все хорошо пока. Из-за бюрократических трудностей магазин пока не выходит на самоокупаемость, говорит Ника. Владельцы надеются, что после решения всех проблем магазин заработает на новом уровне, так как спрос на товары в национальном стиле сейчас большой. Мы участвуем в конкурсе Ассоциация Белорусского Бизнеса. И очень надеемся там выиграть. И как-то расшириться, может, в Риге или в Польше. Расширяться и выходить на новый уровень дохода намерены и директоры ВАНТ-агентства Юлия Якубовская, которая также видит свой бизнес в других странах. Сегодня только в Литве, как рассказали настоящему времени в Ассоциации Белорусского Бизнеса, работает минимум 700 компаний, и их количество продолжает увеличиваться. Роман Васюкович, Андрей Ярошевич. Настоящее время.